Творчество для себя – это бездарное расходование своего таланта. Позвольте я объясню, что я имею в виду. У меня есть множество знакомых, которые занимаются разного рода творческой деятельностью. Но некоторые из этих товарищей занимаются этим для себя. То есть они создают какие-то произведения искусства, но никуда их не публикуют, не выкладывают, никому не показывают. Они висят у них где-то там в темном углу, который никто никогда не увидит. И вся их деятельность получается бессмысленной, потому что произведение искусства-то оно получилось, но кто о его существовании узнает? Я сторонник такой концепции, что луна на небе не светит, когда на нее никто не смотрит. То же самое с произведениями искусства. Произведения искусства мертвые, когда ими никто не наслаждается, никто на них не смотрит. Даже самая прекрасная, выдающаяся картина не имеет никакой ценности, если никто не знает о ее существовании. Такая картина не имеет никакого влияния на мир и никак не влияет на умы людей. А одна из главных задач искусства – влиять на умы людей. Задача искусства – быть интегрированной в мозги другого человека для того, чтобы запустить там некоторые психологические процессы. То есть повлиять на психику человека, что косвенным образом повлияет на все наше общество. Но когда ты занимаешься творчеством в стол, ты ни на что не влияешь. Ты соглашаешься с тем, что ты являешься ничтожеством, которое ни на что не влияет. Поэтому я и говорю, что создавать произведения искусства для себя – это бездарное расходование своего таланта. Бог наградил тебя талантом. Не для того, чтобы ты сидел, писал в стол. Все произведения, которые ты творишь, тебе не принадлежат. Не надо быть таким эгоистом. Даже если ты считаешь, что ты творишь какое-то полное говно, все равно выкладывай его. Потому что искусство имеет смысл только тогда, когда есть наблюдатель. Когда есть кто-то, кто будет восхищаться твоим произведением. Или даже не восхищаться, а просто вообще на него хотя бы посмотрит. Только тогда появляется какой-то смысл во всем этом. Только тогда все происходит по фэншую, и энергия ци прет из правильного места. Ну а пока ты занимаешься творчеством в стол, ты так и будешь оставаться ничтожеством, которое даже не будет развиваться как художник. Потому что развитие идет только тогда, когда есть обратная отдача. Когда обратной отдачи нету, ты даже не развиваешься. Ты вот просто сидишь, пишешь в стол и сам на себе замыкаешься. Такое творчество очень быстро умирает и в итоге ни к чему не приводит. Поэтому если уж ты и любишь упражняться в бесполезном, то с таким успехом можно пойти просто играть в компьютерные игры или просто дрочить пипиську в туалете. Потому что от этого будет столько же пользы, как от твоего высокохудожественного искусства, которое никто никогда не увидит. Что ж, я надеюсь, что моя мысль была понята вами правильно. Заходите ко мне на стримы каждый день в 10 часов по московскому времени. Пишите вопросы в комментарии, я на все нормальные вопросы отвечу. И возможно, что если один из этих комментариев окажется достаточно интересным и содержательным, я, может быть, даже разражусь по этому поводу каким-то видосиком. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»